Глубоковажаемые друзья, коллеги, подписчики, слушатели, здравствуйте! Для начала представлюсь. Яршов Антон Валерьевич, доктор медицинских наук, профессор Первого медицинского университета, город Москва. Сегодня мы поговорим о такой достаточно интересной, на мой взгляд, теме, о тех неоднозначных случаях, когда, собственно говоря, норма не норма. Или наоборот, когда не норма является нормой. Ну, о чем это я? Мы представляем, что какой-то показатель лабораторный имеет определенное значение. Прекрасно его знаем. Но при его повышении мы думаем, что он повышен, а он оказывается в норме. Или наоборот, при его понижении мы думаем, что он понижен, а он в норме. Или наоборот, мы видим, что показатель в пределах референса и считаем, что он нормальный. А он наоборот, на самом деле, либо повышен, либо понижен. Вот о таких вещах сегодня мы будем разговаривать. О том, о некотором всего лишь, но самом распространенном многообразии лабораторных исследований, когда мы не всегда можем однозначно трактовать полученный результат. Мы не понимаем, что это. Норма, не норма. А если не норма, то почему? А если это все-таки норма, то в связи с чем? Такие числа мы видим. И вообще будем стараться понять, почему такие движения происходят в медицине в основном и в лабораторной диагностике в частности. Но вообще, если про нормы говорить целиком, однозначно, наверное, то сейчас слишком много появилось норм. Вот прямо слишком норм. Норм очень много. Ну, вот всего лишь некоторые из них. Это вот, кто к чему мы обычно привыкли. Те результаты, которые мы с вами видим, так называемые декларируемые нормы, которые мы видим в порядке референсов, которые указаны где-нибудь там всегда в результатах. Например, всем известный гемоглобин 120-160. При этом вносит в путаницу какие-то целевые значения. Есть норма, а есть целевые значения, которые мы должны достичь при определенной цели. То есть, мало того, что есть норма, уже есть целевые значения. Те же самые триглицериды. Например, многие говорят, что нужно меньше 1,7. Совершенно есть оправданные заключения, когда триглицериды преподносятся как целевые уровни на значениях меньше 1,0. Более того, есть какая-то еще индивидуальная норма. Очень тоже значимая, которая в зависимости от состояния человека здесь и сейчас. Один человек в реанимационной палате находится, другой человек беременный, третий человек физически активный образ жизни ведет, четвертый вообще профессионал, пятый является офисным работником. У них у всех свои индивидуальные нормы, плюс какие-то генетические особенности тоже будут накладывать свой отпечаток. И вот в этих всех нормах нужно умудриться не запутаться. А еще и приходит пациент, вот как здесь приведен один из показателей девушка 29 лет, который мы потом впоследствии посмотрим, который приносит свои результаты, говорит, смотрите, вот у меня все в норме, все, смотрите, на зеленой полосочке, зачем вы назначаете мне витамин D, например, либо B12, витамин A. Смотрите, все зеленое, все прекрасно. И об этом тоже поговорим и к этой пациентке. Прямо вернемся к одному из самых красноречивых, на мой взгляд, моментов, примеров прямо из клинической практики. Ну, наверное, начнем прям совсем простого. Это простые биохимические параметры, к которым мы все привыкли, к которым ежедневно мы с вами пользуемся, и, ну, про которых мы много знаем, да? И при всем при том, что, ну, начнем с элементарных прям. Вот общий белок у многих лабораторий написано 66, 83, 85. И тут надо сразу сделать небольшое отступление, пояснение, что откуда берутся вот эти нормы, да? Лабораториями. В действительности мы можем много, на самом деле, рассуждать, а вот такая-то норма заявлена, а ассоциациями признается такая-то норма, а я вообще вот такие нормы вижу, а в статьях там написано вот другие значения, ну, и т.д. и тому подобное. Мы все прекрасно понимаем, что появление нормы – это очень длительный процесс. Ведь вначале, ну, вот нам сейчас известна норма, да? Возьмем тот же самый общий белок, 66, 85. Отличная норма, как будто бы, да? Но вот только сейчас у нас накапливается, накапливается, информация, мы прекрасно понимаем научные труды, исследования, вот это все, массив информации, растянутый ужасно во времени. И будет, например, потом известно, что белок ниже 70 – это плохо, да? Оп! И норма изменится, но это происходит годами. Вот, и динамичное это все время явление. В то время как простые практикующие врачи, они могут за этим быстрее наблюдать, быстрее ориентироваться, да, чем нежели регламентированные, юридически выверенные нормы. Это с одной стороны. А с другой стороны, почему лаборатории декларируют все время вот эти нормы? Они поставлены вообще в рамки, не то что даже рекомендации, они поставлены в рамки инструкций тех реагентов, на которые они работают. Потому что в инструкции четко написано, норма для этого реагента вот такая-то. И лаборатория обязана отразить это в своих результатах. Вот, ну вот, например, проговорим про тот же самый белок, да, общий белок в крови. Уже давным-давно считается белок ниже 70 катастрофически низким. Из-за этого надо лучше всего, оптимальнее всего содержать белок на уровне 72-75. Холестерин. Холестерин тоже все прекрасно понимают, что в каких-то рамках запредельных он давным-давно вредная субстанция. И поэтому его норма от 4 до 6 в зависимости, опять же, от физической активности. Три глицериды, повторю, сейчас наиболее часто распространенное мнение, желание, по крайней мере, видеть в значениях меньше 1,0. Вот, то же самое касается фосфора, да, чтобы не происходило чрезмерно раннего старения сосудистой стенки в том числе. Магний, который отвечает за наоплощики, нервную систему тоже чаще всего должен быть более 0,95. В современном мире это практически недосягаемо, но хотелось бы. Да, мочевая кислота при белковом нашем обмене должна быть лучше, ниже 350, особенно если с фолиевой кислотой все у нас прекрасно. Да, давайте вот вспомним, как один из ярких примеров, например, изменение уровня глюкозы. Когда я учился, глюкоза, верхняя граница была в свое время 6,6. Да, сейчас мы видим, что есть четкое движение всех ассоциаций, всех нормативных документов к снижению уровня глюкозы натощак в крови. Об ней тоже сегодня поговорим. Ну вот, например, давайте разбирать из того, что норма не норма. Прекрасные показатели гемоглобин. Во-первых, нужно разграничить два состояния. Очень часто ассоциируются железодефицит и железодефицитная анемия. Нет, анемия это четко определенный термин, одним из жестких критериев которого является сниженный уровень гемоглобина. Если гемоглобин ниже сталькита, то мы говорим анемия. Нет, поэтому только на уровне гемоглобина и выставляется анемия. Остальных параметров нет. Может ли быть в норме гемоглобин, но при этом быть железодефицит? Может, да? Латентная форма железодефицита. Все больше и больше мы говорим о том, что это должно быть прописано в регламентирующих документах, чтобы прямо такой диагноз вставлять. К сожалению, на мой взгляд, при том уровне жизни, который у нас сейчас достаточно высокий, у нас нормы по гемоглобину занижены. Мы встречаем нормы 110-115, для мужчин 130. Катастрофически низкое значение. Поэтому, на мой взгляд, на взгляд очень большого количества специалистов гематологической направленности, уровень гемоглобина у женщин должен быть выше 135, но в самом худшем случае выше 130, у мужчин, конечно, больше 145. Опять же, нельзя ассоциировать уровень гемоглобина с количеством эритроцитов. Ну вот прямо жестко ассоциировать. К чему? К тому, что все чаще, чаще и чаще мы слышим, что именно тот гемоглобин, который заперт в эритроцитах, он не имеет верхней границы нормы. Потому что он не имеет патогенного значения. Тогда в связи с чем верхняя граница должна быть? Ведь граница нижняя и граница верхняя определяется тем, что преодолев эту границу, верхнюю или нижнюю, тот или иной параметр, тот или иной субстрат начинает играть негативную роль для организма. У гемоглобина при повышении, опять же, который в эритроцитах, не свободный гемоглобин. У того эритроцит, у того, прошу прощения, гемоглобина, который находится в эритроцитах, у него нет этого. У него, ну вот он будет 180. Вот у меня 180 гемоглобин, но я себя прекрасно чувствую и буду чувствовать. 185. Отлично. Вот. При 140 мне будет плохо. Попробуй кому-нибудь докажи, что 140 это анемия. Нет. Но это моя индивидуальная норма. Вот. Более того, мы давным-давно уже знаем, что мы можем опираться на еще дополнительные параметры. Среднее содержание гемоглобина в эритроцитах. В каждом эритроците. Размеры эритроцитов. Объем эритроцитов. Вот. Это все микроциты, макроциты. Это все позволяет нам оценить, помимо того, есть дефицит гемоглобина железа в эритроцитах. Есть ли, в принципе, изменения уже косвенные, свидетельствующие о том, что нам не хватает B12 либо железа. С другой стороны, и мы сегодня будем подробнее говорить, есть такой параметр, как ферритин. Один из основных запасов железа в организме. Слишком скользкая такая молекула. Потому что ферритин – это не всегда отражение 100% одного только обмена железа. Железо – уникальный элемент. Потому что в подавляющем большинстве случаев почему-то в обыденной жизни мы пытаемся железу присвоить только положительную роль. Нет, такого не происходит. Согласитесь, если бы, наверное, положительная роль была бы у элемента, то организм бы максимально старался бы его накопить. Но не все так просто. Вот, например, в 100 килограммах любого пациента, во мне, всего лишь 5 граммов железа. Где 100 килограмм массы тела и где 5 граммов? Вот, почему не накопить больше железа, если оно такое положительное в организме человека? Наверняка, где-то там природно есть какой-то нюанс, почему железо не так положительное. Тогда зачем? Тогда почему его остерегается организм? В действительности, мы сейчас понимаем, что железо играет ключевую роль во многих процессах. Словно-радикальное окисление, интоксикация, прямое разрушающее действие железа, ионов железа на многие органы и ткани. Железо необходимо для деления жизнедеятельности вирусов, бактерий, грибов. Не всех, но очень-очень большого количества. И при всем при этом, мы это начали понимать, осознавать только тогда, когда увидели то многообразие субстратов, механизмов, процессов, запускающихся в организме, для того, чтобы задавить железо. Не пускать его в организм, не выпускать его в кровь из каких-то депо клеток. Это и гипсидин, и лактоферин, и трансферин, и ферритин. И все они в своей роли приводят к тому, чтобы ограничить поступление железа. Потому что в определенные моменты, например, при воспалении, например, при стрессе, например, при воздействии инфекционного агента, не говоря уж про интоксикацию железом, железо играет исключительно отрицательную роль. Но при всем при этом, мы прекрасно слышали, что ферритин тот же самый. Он часто, помимо того, чтобы оценивать железодефицит, он часто используется как белок острофазовоспалений. И вот тут начинается как раз разногласие. Если у человека есть железодефицит и есть воспаление, как поведет себя ферритин? Ведь на самом деле у человека железодефицит и ферритин будет его, невоспалительного генеза, железосодержащий физиологически, он будет понижен. Но из-за того, что это все-таки белок острофазовоспаления, и он повышается вследствие воспаления ферритин, то, допустим, с той же концентрации 5-10 микрограмм на литр, он может повыситься до предельной нормы, там, например, 70-80-90-100. Но это будет повышение и нормализация этого показателя не за счет того, что у человека все нормально с железом, а за счет того, что у него где-то воспаление проходит. С другой стороны, использовать ферритин как исключительный параметр оценки динамики воспаления не очень корректно. Почему? Потому что, с одной стороны, мы не всегда знаем, какой уровень ферритина был у человека до воспаления. Может быть, у человека есть абдоминальное ожирение, жировой гепатоз, сахарный диабет, и у него ферритин сам по себе, допустим, 300-400-500. Я уж не говорю про интоксикацию железа в гемохроматозе. Мы эти моменты не берем. Вот у человека абдоминальное ожирение, у него само по себе в состоянии его физиологической нормы, с абдоминальным ожирением, насколько это возможно говорить, невыраженным, 120 сантиметров вокруг живота на уровне пупка. Мы у него смотрим, у него ферритин 200, говорим, все прекрасно у тебя с железом. Ничего подобного. Это повышение ферритина за счет воспаления. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, тот же самый COVID-19. Мы оцениваем уровень ферритина через 2, 3, 4 недели, через месяц, после того, как воспаление уже разрешилось, а уровень ферритина все так же высокий, высокий, высокий. С чем это связано? С тем, что ферритин выводится из организма крайне-крайне медленно, выводится из организма крайне долго. Поэтому это исключительно не маркер острого воспаления. Слишком много факторов на нем зацикливается, чтобы оценивать его только как маркер воспаления. С-реактивный белок очень часто используется правомерно как маркер выраженности воспаления, выраженности ответной реакции на организма на воспаление. И мы о нем поговорим чуть попозже в сравнении с ферритином, насколько он имеет плюс и минус. Вот на данном графике я как раз попытался отразить, ну вот если большой синенький квадратик, то это ферритина много, да? Ферритина много при воспалении, остром, хроничеством, но все равно при жировом гепатозе. А ферритина малого в организме человека становится тогда, когда есть анемия, железодефицит, какие-то грибы, бактерии, вирусы, которые оттягивают на себя уровень ферритина. Чего не хватает, собственно говоря. С этим очень часто приходит к нам пациент, внутривенного введения железа там не хватает. Потому что очень часто сейчас пытаются ввести препараты железа, не сумев правильно, корректно оценить уровень баланса железа в организме человека. Потому что видят, что мало ферритина, а у человека, например, грибы. Вот, то они начинают его вводить в организм человека, и что получается? Получается ядрогенное повышение ферритина. Просто вот и все. При всем при этом чаще всего ферритин снижается, ну, однозначно, да, как мы проговорили, при анемии, при воспалении и при каких-то инфекционных агентах. Очень часто люди с этим обращаются изначально. Да, и ферритин низкий. Вот, и мы думаем, что дело именно в железодефиците, не оценивая, есть ли у человека грибы, есть ли у человека, ну, грибковая инфекция, бактериальная, вирусная инфекция, какая-то хроническая длительная текущая воспалительная реакция. Вот, потому что мы часто зацикливаемся на одном уровне ферритина, оценивая его как исключительный маркер железодефицита. А он в этот момент не это показывает, он в этот момент может показывать, например, то, что грибковая инфекция обкрадывает организм и забирает весь тот, все то железо, которое он употребляет. И очень часто в такие моменты врач может вести ошибочно даже внутривенно железо и получить достаточно плохую реакцию. Ведь организм, как мы уже говорили, лактоферин, гипсидин, да, пытается с помощью этих молекул не пускать в организм железо через кишечник, да, через энтероциты, гипсидин закрывает, да, там, ферропартин. Не пускает из макрофагов железо назад в кровь, чтобы в крови железо дальше не распространялось в очаг воспаления, не попадало к инфекционным агентам, не стимулируя их рост тем самым. И организм пытается ограничиться от железа, а в этот момент пациент приходит к врачу и говорит, о, слушайте, у вас низкий ферритин, давайте вобьем железо. Нет, нет, еще раз нет. Если использовать в этот момент железо, то мы ядрогенно будем способствовать ухудшению того состояния, которое есть у человека, а мы будем способствовать прогрессированию воспаления, прогрессированию действия инфекционных агентов. Вот, вполне возможно, будем увеличивать токсическое действие железа на организм. Поэтому ферритин нельзя оценивать никогда изолированно, да, нельзя с помощью него оценивать либо железодефицит, либо уровень воспаления. Это исключительно параметр, который в изолированном варианте, в моноисполнении, невозможно четко, правильно, корректно оценить. Вот, поэтому возникает всегда вопрос, зачем его определять. Очень часто в клинической практике мы слышим фразы, вроде как бы, ферритин должен равняться массе тела. Не существует таких данных. Есть, да, есть реагентные данные, которые вот здесь, например, даже отображены, когда ферритин, верхняя граница, там от 30 до 300, до 400 обозначается как определенный параметр. Вот, но при всем при этом во многих западных ассоциациях медицинских давным-давно показано, что у здорового человека ферритин у женщин должен быть до 120, у мужчин до 150. И все, да, все, что выше, это уже интоксикация железа. Все, что выше, это уже поражение даже железом органов и тканей. Таким образом, вот ферритин, повторюсь, в изолированном варианте использовать никогда нельзя. При анемии, да, вместе с уровнем гемоглобина общего анализа крови, конечно, безусловно, мы сможем оценить уровень железодефицита. Если мы просто оцениваем железодефицит на одном ферритине, нет, нельзя так делать, потому что мы можем ошибиться из-за воспаления, из-за печени, из-за адоминального ожирения. Вот, оценивать одно воспаление с помощью ферритина некорректным является в принципе вообще, потому что мы изначально не знаем, какой был уровень ферритина до этого, как это реагировал организм, насколько ушло воспаление и не уходит ферритин, потому что у него период полувыведения 4 дня, да. Для воспаления это очень маломальский значимый параметр, который очень сложно оценивать в изолированном состоянии. При онкологии считается, что тоже как будто бы ферритин повышается, но это опять же, это уровень разрушения просто ткани. Вот и все, это необязательно железодефицит. Ну и при циррозе, при циррозе уровень ферритина взмывает при жировом гепатозе, уровень ферритина взмывает прямо вверх. Очень большие значения могут быть, которые тем более обнуляют его значение, его роль в диагностическом алгоритме при оценке железодефицита, воспалении, аномии. И здесь на смену ферритина приходится реактивный белок, про который мы сейчас тоже прекрасно много чего знаем, который является испокон веков классическим универсальным маркером оценки интенсивности воспаления в организме человека, по которому мы можем понять динамику воспаления, по которому мы можем понять, насколько мы угадали с терапией, не угадали, корректно подобрали терапию, да, нужно нам ее иметь, не нужно, прогноз можем узнать. В этом плане циррозе реактивный белок универсальная история, которая, однако, не имеет, вот, как это, стопроцентной безоговорочности, да, у него тоже есть свои погрешности, о которых мы должны говорить, о которых мы должны знать с вами. При всей норме, обычной, декларируемой в классике, до 5 миллиграмм на литр в крови, это норма, да, мы должны понимать, что от 5 до 10 может повышаться, вообще, в принципе, даже на состоянии в норме, да, мы забываем те, вот, те значения, вот так, пожалуйста, до скольки циррозе реактивный белок может вообще повышаться, потому что до 50 это повышение грамм на литр, миллиграмм на литр циррозе реактивного белка, это вообще амбулаторная история, до 100 считается, что не требуется госпитализация, да, вот все, что выше 100 циррозе реактивный белок, и то при определенных ситуациях в некоторых странах является маркером для госпитализации пациента, вот, поэтому вот эти бурные реакции по поводу того, что там циррозе реактивный белок выше в 2-3 раза нормы, ну, это не страшно совершенно, более того, это часто находится в пределах нормы, да, например, до 10 мы можем видеть циррозе реактивный белок даже до 15, тогда, когда человек просто использует табакокурение, да, так называемое метаболическое воспаление наблюдается при ожирении, при сахарном диабете, особенно второго типа, там уровень циррозе реактивного белка может вообще 20 достигать, вот, и при всем при этом это обеспечено, обусловлено тем, что жировая ткань сама по себе просто вырабатывает провоспалительные цитокины, которые заставляют гепатоциты вырабатывать циррозе реактивный белок, более того, при беременности, из-за имплантации, из-за действия плаценты, из-за взаимодействия мать-плод, вот этого смешанного разграничителя, наверное, да, плацента, ворсинки, вот, при беременности циррозе реактивный белок может достигать 20-25, и это при норме, да, но нельзя исключать, что такие значения могут быть и на фоне, там, при эквампсии, эквампсии, про это тоже нельзя забывать, вот, но в изолированном варианте циррозе реактивный белок при беременности однозначно должен повышаться. С другой стороны, мы прекрасно знаем, есть ситуации, которые могут быть и в патологическом выражении, изначально фоново повышать циррозе реактивный белок, да, ну, это длительно текущие какие-то воспалительные истории в организме человека, например, аллергическая какая-то реакция, да, например, кломбирование фрит, с которым долго живут, какие-то ревматологические заболевания, лор, патология, вот, синуситы, танзелиты, вот, то с другой стороны, мы должны прекрасно понимать, что существуют моменты, которые точно будут способствовать снижению этого параметра, ну, например, о чем это? Действия иммуномодуляторов, иммунодепрессантов, цирроз печени, да, в терминальных стадиях, ну, или в достаточно развернутых, в развернутых случаях уже, когда печеночная недостаточность уже не слабо выраженная, а именно печень вырабатывает цирроза реактивный белок, естественно, у человека будет пониженная реактивность, типа цирроза реактивному белку на воспаление, которое в организме человека есть. Вот, при всем при этом, очень, додимер здесь специально выделен, очень часто вдруг в ковидные времена, и сейчас уже как по инерции, начали говорить про додимер как про маркер острофазовоспаления, хотя это не является маркером острофазовоспаления, ни в коем случае, потому что маркер острофазовоспаления – это белки, вырабатываемые печенью, да, гепатоцитами в результате действия на них острофазных белков. И тут, прежде чем продолжить дальше говорить, я должен, так это как это, небольшая, не то чтобы рекламная пауза, но однозначно сказать добрые слова в сторону биохимака необходимы, потому что я к нему обратился с пожеланием прочитать вот такую лекцию, провести такой вебинар. Это первое. Они позволили это сделать их силами и возможностями разместить данную информацию на всех их ресурсах. Вот, с одной стороны, тут, безусловно, им огромное спасибо. Во-вторых, в действительности биохимак поставляет в Россию с незапамятных времен, с прошлого века, на секундочку, достаточно хороший спектр оборудования, в котором можно закрыть практически всю лабораторную диагностику, начиная от экспресс-диагностики тех параметров, которые нам нужны в амбулаторной помощи, от параметров того же самого додимера, коагулограммы, маркеров кардиодеструкции, когда у нас сердцем плохо-то, простой биохимии, от оценки того же самого С-реактивного белка. И буквально это в течение 10-15 минут мы будем уже получать результат в амбулаторной практике. Сейчас все чаще и чаще мы слышим, что это будет приближаться к месту оказания первичной медицинской помощи, когда человек приходит в кабинет терапии, например, почему бы и не знать его уровень С-реактивного белка сразу же, в момент консультации еще, или непосредственно перед. Биохимак поставляет до невероятно сложнейших приборов, полного автоматизированного цикла, биохимических, иммунохимических, гемостаз, общеклинических, ИФА-анализов, ну, грубо говоря, вообще все, да? Можно просто одним звонком обеспечить себе полный спектр лабораторных услуг, в принципе, начиная, опять же, от самых простых скорых и максимально приближенных к оказанию медицинской помощи, месту оказания, до приборов экспертного класса, базирующихся на тотально высоком уровне пропускной способности исследований, когда там несколько десятков исследований проводятся в минуту. Вернемся к дегимеру, про который также можно с помощью биохимаковского оборудования посмотреть достаточно быстро. Дегимер – это классическая история, когда у нас образуется тромб, вот, склеиваются тромбоциты, фибриноген переходит в фибрин и образуются концевые остатки от молекулы в крови, да, как говорят, что? Вот образовывается какой-то сгусток начался. Так эта история происходит далеко не всегда только при классическом тромбообразовании. Да, такая вещь запускается, и, конечно, есть страшное значение, что уровень дегимера очень сильно коррелирует и с летальностью, и с прогностическими параметрами в каком-то сложных ситуациях. Но при всем при этом на дегимер однозначно нельзя говорить, что это только-только-только тромбообразование вследствие какой-то сосудистой катастрофы. Мы должны понимать, что при воспалении переход фибриногена в фибрин с какой-то частью тромбообразования, с какой-то частью отграничения очага воспаления может происходить в результате воспаления. Поэтому тромбообразование это такая история, которая... И переход фибриногена в фибрин, это та история, которая призвана при массивном распространенном очаге воспаления ограничить это воспаление, ограничить его влияние на действия всего организма. Именно из-за этого фибриноген переходит в фибрин, и мы в таких моментах, оценивая при воспалительных историях дегимер, можем допускать катастрофическую ошибку. Мы можем полагать, что у человека идет тромбообразование классическое. Если тромбик образовался в вене, оторвался, куда-то полетел, мы начинаем бояться этого. И забывать, что у человека ковид, например, или что у человека какое-то другое воспаление, ревматоидный артрит. Это те истории, которые будут сопровождаться увеличением дегимера несосудистого генеза, так называемого иммунотромбогенеза. Еще одни из тех случаев, когда норма не норма. Во-первых, аутоантитела против компонентов щитовидной железы. Мы все прекрасно с вами привыкли смотреть на эти значения. Непонятно почему и непонятно зачем. Есть давным-давно понятные истории с женским организмом, который сам по себе генетически предрасположен, к сожалению, к аутоиммунной патологии. И в определенный момент, в определенные случаи жизни у женщин вырабатывается аутоантител против определенных компонентов, в том числе и связанных с щитовидной железой, собственных аутоантител. И в этом ничего трагичного не происходит. Это женский организм. Ну, чего мы удивляемся. Это женский организм. Это его характеристика. Вот. И вот эти аутоиммунные протоколы, какая-то терапия по этому поводу, ну, это бесполезная чаще всего история. Да, мы, иммунную систему, можем немножко ограничить в плане своей реактивности и тем самым снизить в какой-то ненадолго промежуток времени уровень вырабатываемых аутоантител против своих структур. Это временное явление. Вот. И аутоантитела оценивать с какой-то плюс-минус постоянной периодикой, это бессмысленная история, чаще всего, когда нас интересует в основном, если мы про щитовидную железу говорим, чаще всего, в подавляющем большинстве случаев, это тиротропный гормон, да, который, опять же, при своей норме имеет верхнее значение, общепринятое 4. Но при всем при этом, всегда говорят, что, и что эндокринологи, что лабораторные диагностики, что самый оптимум ТТГ находится в рамках от 0,5 до 2. Да, все, что ниже 0,5, нас может настораживать, но и то только, если там катастрофически большие значения свободных Т3 и Т4. А вот если свыше 2, то тут нужно смотреть, насколько это сходится с параметрами дефицита йода или басселена, как основных компонентов, необходимых для синтеза гормонов Т3 и Т4. А с другой стороны, насколько имеются у человека признаки гипотириоза, вот, декомпенсированного. Повторюсь, оптимум находится от 0,5 до 2. Всегда классический, и к этому нужно приходить и в результате гормональной терапии. Это необходимо использовать при определении тактики, поведения с щитовидной железой. И если мы видим значение ТТГ свыше 2, то вполне неплохой тактикой имеет место быть определение селена и йода. Причем селена и йода мы должны понимать, что чаще всего нужно определять либо в волосах, либо в моче, потому что должен быть какой-то накопительный эффект, который в меньшей степени зависит от того рациона питания, который мы употребляли накануне. Но если не получается такое, то при стабильной диете на самом деле можно, конечно, определять данные параметры в крови, но не всегда. Очень такие скользкие показатели жировые теперь связаны с чем? Сейчас, наверное, одна из самых раскрученных молекул это витамин D, который даже ошибочно называют гормоном. Не является это гормоном, это витамин D. Есть четкие определения у гормонов. Это не гормон. Это витамин D. У него колоссально высокая функция. И, к сожалению, у него колоссально высокий разбег между его параметрами, нижними границами, от 30 до 100 во многих декларируемых исследованиях. Причем европейские лаборатории все чаще и чаще показывают уровень витамина D в норме как просто значение больше 30. И все. Потому что верхний уровень такой безобидной субстанции не может иметь какое-то негативное значение для организма человека. Отравиться витамином D нужно умудриться. Так вот, опять же, в норме 30, 40, 50, 60. Это витамин D как будто бы в норме. Но плюс-минус при физической активности человека любой, если это не офисный планктон, человек и двигается, проводит какой-то образ жизни адекватный. Конечно, это мало. Все, что ниже 75, на самом деле, это далеко давным-давно уже не особо-то и норма. Все, что выше 75, да, прекрасно, особенно для людей либо с выраженной физической активностью, либо для тех, кто, либо наоборот, уже приклонного возраста, особенно женщины климактерического периода, когда у нас имеется предрасположенность, да, уже возрастная, кустево-пороз. С другой стороны, есть универсальный параметр расчетный омега-3 индекс, да, когда мы соотносим содержание различных омег в организме человека, там идеальное значение, идеальное, это двухзначные значения в процентном выражении. Вот, все, что выше 9, это классные значения, особенно для пациентов кардиологического профиля и вообще, в принципе, для мужчин и женщин старше 45 лет. Один из параметров, с которого мы начинали говорить, да, в качестве примера, когда норма, не норма, это глюкоза, да, глюкоза, тот инструмент, тот параметр, который катастрофически может быстро меняться. У нас пациент, испытывая чувство ответственности перед действиями врачами, может специально голодать за один день до сдачи анализа, побегать, попрыгать, пересдачить, прийти, и у него нормальный уровень глюкозы будет, хотя у него вообще гипергликемия, обычный его состояние. Наоборот, человек с нормой гликемии, зная, что у него все нормально, может не переживая, попить, не дай бог, чай с сахаром перед сдачей анализа, и, пожалуйста, у него будет гипергликемия, хотя это не соответствует действительности. Из-за этого появились различные расчетные показатели, вроде индекса ХОМа, потому что оценка самого инсулина, изолированная оценка инсулина, она практически диагностически не имеет никакой роли, хотя мы можем смотреть на двузначные значения, пугающие двузначные значения инсулина, но при этом нужно анализировать, когда они повышаются, из-за чего, собственно говоря, это наблюдается, потому что инсулин катастрофически быстро меняется в организме, в крови человека, его концентрация. поэтому появляются различные расчетные показатели, на которые тоже нужно смотреть вместе с цепептидом, вместе с соотношением инсулина и глюкозы, но лучше всего, лучше всего, естественно, смотреть на уровень гликированного гемоглобина, который ассоциирован с длительностью жизни гемоглобина, 3-4 месяца живет у нас эритроцит, соответственно, мы ретроградно можем понять, какой уровень глюкозы был в крови человека 3-4 месяца тому назад. При всем при этом мы прекрасно видим значение колоссальным развросом аркетико-гликированному гемоглобину, хотя большинство, повторюсь, большинство исследователей, специалистов, экспертов, которые в данной области работают, признают, что уровень гликированного гемоглобина должен быть у человека ниже 5. С чем это связано? С тем, что сейчас, почему норма-то 6,2 появилась? Это все, что выше, чем чаще, чем у 95% населения просто. А у нас сейчас население в 2, в 3, в 4, в 5 раз больше глюкозы использует, чем ему необходимо, чем организмы человека необходимы. Вот. Естественно, из-за того, что это тотально происходит у всех и смещается норма. Хотя, на самом деле, это, конечно, должно быть, гликированный гемоглобин должен быть в районе 5 находиться, а лучше ниже. При всем при этом, сейчас эпидемия сахарного диабета захлестнула человечество в том числе. Очень много разговоров сейчас идет о том, что развивается гестационный сахарный диабет у многих. И, к сожалению, из-за временных ограничений, которые у нас есть, мы не можем определить уровень гликированного гемоглобина, потому что гестационный сахарный диабет, его риск увеличивается, начиная со второй половины беременности, тогда, когда у нас еще не успевает должным образом измениться гликированный гемоглобин, потому что это накопительный показатель. Давайте вспомним, почему на гликированный гемоглобин и почему на гестационный сахарный диабет нужно смотреть с осмыслением. Как у нас в норме, в норме, в патологии, в обычном типичном течении происходит при сахарном диабете. Если в норме у нас белки, жиры, углеводы, опосредованно с помощью инсулина попадают в конечном итоге в клеточку и там используются для ее нужд то, что происходит при сахарном диабете. При сахарном диабете инсулин не способствует затаскиванию глюкозы в клетке, инсулин зависимый, соответственно белки, жиры и углеводы все не утилизируются клеткой, не утилизируются, клетка из-за этого страдает, голодает, а при всем при этом белков, жиров, углеводов достаточно много в крови и поэтому появилась такая фраза расхожая про сахарный диабет голод среди изобилия, потому что в крови мы видим белок выше 85, белок, общий белок, дай бог такие значения здоровы, холестерин 7,8, 8,5, 9,3 за 10 можно убить, глюкозу естественно высокую при сахарном диабете, который даже двузначное значение может иметь, это все катастрофически плохо для пациента, что происходит у беременной если у нас в норме обычно инсулина разрушается благодаря действию инсулина за которое из печени и выведению в меньшей степени через почки то у беременной появляется еще один новый компонент в этом во всем в этой всей истории это плацента плацента синтезирует свою инсулина которая в большей степени начинает еще в большей степени со второй половины беременности начинает разрушать инсулин и давайте теперь думать а для чего это сделано собственно говоря это же сделано для того чтобы в организме женщины создавался прецедент как мы говорили при сахарном диабете голод среди изобилия белков, жиров, углеводов чтобы в крови было много а организм женщины при этом в кавычках страдал недополучал почему это происходит в организме беременной это все происходит для того чтобы питать ребеночка этими субстратами ведь плацента с ее инсулиназой зачем она эволюционно так разработана она же за плод она же вынуждает женский организм отдать эти субстраты плоду сейчас с тотальным повальным по тотальной диагностикой гестационного сахарного диабета мы пытаемся спровоцировать введение инсулина таким женщинам да конечно гестационный сахарный диабет имеет место быть он есть и его конечно нужно безусловно лечить но нужно обязательно смещать все эти нормы и смотреть более комплексно на проблему того что уровень белков жиров и углеводов толерантность к глюкозе у женщины изменяется потому что появляется новая инсулиназа инсулиназа нового генеза очень схоже по идеологии с гликированным гемоглобином где мы глюкозу оцениваем ретрограном 3-4 месяца мы можем определять фолаты фолиевая кислота фолаты они же оцениваясь крови нас очень частенько выводят на неправомерные значения потому что они зависит от диеты не сильно отражают тот уровень фолиевых образований в организме человека потому что это всего лишь 10% от всего параметров всех значений фолиевых фолатов в организме поэтому появилась идеология методология определять фолаты в том числе на эритроцитах где мы можем посмотреть за 4 месяца проанализировать уровень фолатов в организме человека что так же как и реликированный гемоглобин позволяет нам более корректно определить исследуемые нами значения вот понятное дело здесь тоже появляются достаточно большие разбросы особенно актуальные для женщин когда фолиевую кислоту в нанограмм на миллилитр мы привыкли видеть от 3 до 17 в норме хотя желательно особенно женщинам детородного возраста эти значения должны быть в районе 20 особенно если не дай бог это происходит на фоне повышения гомоцистеина у тех же мужчин или женщин климактерического периода вот b12 да в крови мы тоже привыкли видеть в достаточно колоссальных размерах разбросах от 100 с небольшим практически до 1000 хотя все прекрасно признают что это водорастворимый витамин колоссально выполняющий роль в образовании нуклеиновых кислот и идущих для синтеза ДНК и РНК в выстреляющиеся клетки вот что это значение должно быть b12 в крови свыше 1000 1100 1200 950 в зависимости от уровня жизни вот вот такие значения должны быть не минимальные а если мы про гормональный фон говорим про тестостерон почему тестостерон наше все да это основной предшественник в принципе гормонов всех половых женских мужских в том числе основной эффектор движения вообще всех наших с вами половых эффектов да начиная от эндокринной системы заканчивая самочувствием в принципе даже иммунной системы так вот тестостерон конечно нужен к определению обязательно и ну желательно чтобы свободный тестостерон имел двухзначное значение особенно у мужчин вот ни в коем разе нельзя однозначно смотреть на уровень тестостерона без оценки адекватной оценки мелатонина потому что мелатонин помимо того что мы привыкли к циркатным ритмам когда мы его оцениваем он и влияет на гантропные гормоны в том числе на их выработку соответственно без адекватного уровня мелатонина нельзя оценивать а в норме ли там свободный тестостерон а в норме ли там прогестерон гистогены эстрогены на это все нужно смотреть через призму мелатонина однозначно в изолированном формате так же как ферритин мы не можем оценивать только какой-либо гормон более того очень-очень давным-давно считается что определение стероидных гормонов адекватнее правильнее проводить в слюне с чем это связано прекрасно с вами все знаем например такие на на вскидку приходят свободные формы т3 т4 все же знают что нужно определять именно свободные формы потому что связанные нас не особо сильно интересуют в каких-то моментах нам нужно на них посмотреть но не так пристально как на свободные так вот все гормоны практически все гормоны находятся в свободном и связанном состоянии в крови в связанном состоянии в крови они нас практически не интересуют потому что они не оказывают должного эффекта ну и соответственно чего на них смотреть вот они связаны с белками вот нас всегда интересуют свободные формы что происходит в слюне в слюну молекулы особенно стероидные особенно мужские женские половые гормоны могут выйти токов в свободной форме Именно поэтому там нет белка, туда не могут пропустить слизистые белковые молекулы, слишком большое образование. Поэтому слюне нужно смотреть, можно смотреть, как раз свободные формы всех стероидных гормонов. Уникально правильное исследование, которое нужно проводить максимально правильно, максимально корректно и подавляющему большинству. Вот очень классный пример, который мне очень сильно нравится, и мы его не зря проводили. Это девушка 24 лет с клиническими проявлениями дисгормональных сбоев. И слюну у нее забирали за 5 минут до того, как забрали кровь. Человек проснулся, сдал слюну, и тут же медсестра была, забрали кровь. Мы смотрим, если по крови, тестостерон даже как будто бы в норме. У человека даже чуточку повышен. Смотрим на анализ слюне, оказывается, тестостерон пониже. И вообще оказываются основные последующие, все гормоны стероидного генеза, они тоже оказываются в сугубо выраженном дисбалансе. Вот, пожалуйста, соотношение, демонстрирующее, в принципе, наглядно тот факт, что стероидные гормоны лучше всего определять после нее. Возвращаясь к той девушке, о которой мы говорили, вот ее, более-менее, как она считала, нормальные параметры в 29 лет в расцвете сил, без каких-либо активных жалоб. Да, вроде как будто бы B12 в норме, D в норме, A витамин в норме. Да, за 50% от референса уже ниже, что при современном мире кажется колоссально малым, потому что интенсивность современной жизни, она вот здесь, она где-то где красная все. Вот, с другой стороны, здесь тоже прекрасно, ничего жирненького практически нет. Все, смотрим, человек прекрасно, посмотрев на эти анализы, считает, что он в норме. Давайте внимательнее посмотрим. Белок 71,7. Ну да, как будто бы в норме, хотелось бы 75, не критично, да, тем более, если мы знаем норму 66. Смотрим на ферритин 30. Однозначно, в 29 лет, женщина половозрелого возраста, нас такой ферритин не устраивает. Да, магний 0,83, как будто бы неплохо, но хотелось бы ближе к единичке, да. Фосфор 1,16 говорит о том, что фосфатов, забуферных растворов, полуфабрикатов в организме человека поступает совсем немало. Полевая кислота вообще однозначное значение имеет. Это, в принципе, критично для девочки, которая находится в таком нежном возрасте и ненужном. Что произошло через чуть-чуть, через два месяца у человека мелатонин падает вот до такого значения. Вот, и человек перестает спать буквально на несколько недель. А все из-за чего? Из-за того, что в свое время ее норма являлась ненормой. Вот и все. Эту ситуацию можно было профилактировать, а потом пришлось в аварийном варианте все нормализовывать для того, чтобы выходить на нормальное, адекватное значение и уровень функционирования человека. В принципе, мы сегодня проговорили про те параметры, которые, часть только тех параметров, которые на самом деле могут быть и должны активно использоваться для диагностики состояния человека. И не всегда нужно на них смотреть, во-первых, однобоко. С одной стороны, оценивая в изолированной форме только один субстрат, один показатель, потому что это не всегда верно. А с другой стороны, мы сегодня проговорили про то, что нет возможности всегда смотреть узко в пределах референса. Нужно немножко расширить эти свои границы и понимать, почему это значение может быть таким, почему оно изменяется, почему оно такое и норма ли это для человека. Еще раз повторю и скажу огромное спасибо Биахимаку за эту возможность предоставленную провести такой вебинар с вами. Если будут какие-то вопросы, замечания, пожелания, может быть, кто-то хотел, хочет проговорить про какие-то совершенно другие субстраты, пишите все в комментариях, буду отвечать, смотреть, подглядывать, обязательно быть на связи с вами. Спасибо за внимание. До свидания. Спасибо. Спасибо.